Я вас приветствую. Меня зовут Евгений Ковальчук и вы смотрите курс по Vue.js. И тема сегодняшней лекции это EventBus или глобальная шина событий. В большинстве своих видео я провожу параллель между React и Vue. Я делаю это для того, чтобы люди, которые еще не работали с Vue, понимали, что по своей сути Vue очень похож на React. Однако данная тема, то есть EventBus, убивается из общей колеи. Все дело в том, что в React механизма взаимодействия между двумя дочерными компонентами, совершенно не используя родительский, нет. Для этого либо используется Redux, либо в стейте родительского компонента добавляется некое значение, которое используется как в одном, так и в другом компоненте. Однако во Vue механизм EventBus помогает осуществить взаимодействие между двумя дочерными компонентами, не используя родительский. Но обо всем по порядку. Давайте рассмотрим данное понятие на конкретном примере. Для этого создадим еще один компонент и назовем его Header. Скопируем базовую разметку в данный компонент и добавим несколько стилей для его визуализации. Чтобы сэкономить время, я сделал это уже заранее. Теперь компонент Header мы добавим внутрь нашего корневого компонента App. Для начала мы его симпортируем. Затем определим его внутри свойства Components. И добавим наш шаблон. Сохраним и проверим. И как вы видите, теперь Header находится внутри нашего компонента. После этого добавления компоненты Header и List являются дочерними компонентами родительского компонента App. Давайте попробуем осуществить взаимодействие только между двумя этими компонентами. И первое, что мы сделаем, в Main.js мы создадим EventBus. В действительности это обычный ViewInstance. После чего мы его сэкспортируем в два дочерних компонента. Добавляем его в ListView и в HeaderView. Теперь мы можем использовать EventBus в обоих этих компонентах. И первое, что мы сделаем, давайте изменим метод SaveMessage внутри компонента List. А в частности, мы начнем обращаться к глобальной шине событий, которую мы создали. Также я хочу немного изменить данный метод. Я хочу, чтобы по нажатию кнопки Enter поле Input у меня очищалось. Для этого я добавлю следующую строку. Отлично! Мы создали пользовательское событие Message и подписали на него EventBus. Теперь внутри компонента Header нам нужно как-то отреагировать на событие и изменить шаблон. Для этого давайте текст из заголовка H1 мы перенесем внутрь истанса, а внутри шаблона мы будем отображать это значение. Данная операция вам уже знакома. Теперь давайте воспользуемся хуком жизненного цикла Created, чтобы изменять наш заголовок Title. Жизненные циклы мы уже рассматривали с вами в предыдущих уроках. Делается это следующим образом. Итак, внутри данного хука мы подписываем наш EventBus с помощью глобального метода On на пользовательское событие Message, которое мы создали. В качестве аргумента данное событие принимает значение Data. В нашем случае это введенное значение в поле Input, после чего оно изменяет заголовок компонента на это значение. Сохраним и проверим. У нас есть дефолтное значение Enter Title. Давайте изменим его. Нажимаем Enter. И как вы видите, все прекрасно работает. Мы осуществили взаимодействие между двумя дочерними компонентами, которые находятся внутри родителя. Причем сделали это без какого-либо использования данного родителя. И это все, что я планировал рассказать вам о глобальной шиме событий. Как вы видите, данный механизм очень прост. И небольшая информация для вас. Все дело в том, что курс по Vue подходит к концу. Впереди осталось буквально пару лекций. И для того, чтобы мне определиться с тематикой, которая интересна вам на данный момент, в группе ВКонтакте я открыл голосование. И было бы неплохо, если бы вы нашли немного времени и проголосовали именно за ту тему, которая интересна вам. Либо предложили в комментариях свой вариант. Ну а соответственно, последующий курс я сниму по той тематике, которая будет интересна большинству. То есть, которая наберет больше всего голосов. И возможно, это будет именно та тема, которую выбрали вы. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на мой твиттер. Увидимся в следующих лекциях. Пока! Субтитры подогнал «Симон»